МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравия, друзья! В продолжении разговора о нестандартном использовании стандартных вещей мы с вами сегодня поговорим об использовании презерватива. Что можно сделать с таким известным всем обычным, на первый взгляд, предметом, как презерватив? Ну, понятно, что по прямому направлению можно использовать, тут можно не говорить. Дальше. Если вынуть его аккуратно, не повредить упаковку, из упаковки можно сделать герметичный контейнер. Ложим спички, но единственное, там смазка остается, смазку оттуда нужно извлечь каким-то образом, тряпочку засунуть туда, ватку какую-то или еще что-то. И потом можно просто запаять уголочек, и будет герметичный контейнер. Далее. Сам по себе презерватив может быть герметичным контейнером, например, для телефона. У меня в жизни была такая ситуация однажды. На рыбалке выпал из лодки, неудачно сел, искупался, в общем-то, и утопил телефон свой. Чтобы этого не произошло, можно телефон поместить в презерватив, завязать и спокойно, чтобы не боясь, можно падать в воду. Ничего ему не будет. Ну, кроме того, что он немножко в смазке будет. Таким образом можно использовать. В принципе, даже, я вот не знаю, насколько это правда, к сожалению, камеры нет на моем этом телефоне. Но говорят, что наши туристы на море ныряют с телефоном и фотографируют таким образом под водой, подводную жизнь всякую. То есть можно использовать сам презерватив как герметичную упаковку. Не только для телефона, все что угодно можно в него поместить. Это понятно. Дальше. Можно использовать его, если в ситуации, оказались, когда, в такой ситуации, когда у вас нет с собой фляги, например, но нужно переносить воду, перенести. То есть уходим от водоема. Можно сделать из презерватива и пластиковой бутылки, полторашки, можно сделать импровизированную флягу. То есть обрезаем горлышко у бутылки. Таким вот образом подрезаем края, они нам ни к чему здесь. Оставляем небольшую юбочку, чтобы не порвалось, резерватив у нас не порвался, на огне оплавим края бутылки аккуратненько. Вот они у нас становятся круглыми такими. На зажигалке, либо в костре это можно сделать без разницы. Надеваем презерватив на эту юбочку. Наверняка все в детстве наливали воды в презерватив. Все знают, что туда входит до ведра воды. Но единственный есть нюанс, он очень непрочный и очень быстро рвется. Кстати говоря, об использовании изоленты. Используем изоленту, помимо всего прочего, для того, чтобы закрепить презерватив на горлышке бутылки. Грубо говоря, импровизированная фляга у нас уже готова. Можно в нее уже наливать воду. Сейчас еще обмотаем. Смотрим, чтобы все части презерватива примотались. Тут кончик вылазит. Через него потом вода и хлынет. Важно, чтобы здесь все плотно было. Дальше берем носок. Можно взять рукав от куртки. Можно взять полиэтиленовый пакет. Либо отрезать штанину. Штанину, носок. Помещаем все это в презерватив. У вас есть небольшой пакет целлофановый. Можно взять большой, там, метрополисовский супермаркет. Это пакет у него это все сделать. И собираем это все хозяйство на горлышко. То есть придаем презервативу прочность. Так, немножко мы ручки отрезаем, чтобы они не мешали. Почему? Все это хозяйство помещаем внутрь. Собираем края. Вот таким образом. И перевязываем. Если у нас нет с собой изоленты, это все можно сделать при помощи веревки. Обычно. Веревку можно добыть из одежды, там, или еще как. Сейчас вечно об этом. Плотно перематываем, перевязываем. Получаем флягу с пробкой. Остается налить воды. Примерно литр вышел. Закручиваем. Получаем небольшую фляжку с водой. Достаточно прочную. Уже, то есть понятно, что если мы заденем обветку, там, или еще через что-то, презерватив не порвется. Вот таким образом. В применении можно сделать, наполнить презерватив водой и использовать его в качестве линзы для разведения огня. Также, как обычные линзы, фокусируем солнечный свет в одну точку. На жженке, например, либо на другом труте. Не вижу то ли горит она, то ли нет. Еще бы. И солнце заходит за тучи. Самый нужный момент. Тучку. Ай. Кисть. дальше уже все по накатанной помещаем гнездо и раздуваем огонь вот таким образом можно еще использовать презерватив кстати говоря нужно еще тут сделать одно дополнение существует мнение что в презервативе можно вскипятить воду я в прошлый раз это попытался сделать я могу точно уверить что это практически нереально потому что как только огонь то есть вы же не будете держать там наполненный в костре и вот как только огонь касается места где нет воды он сразу делает и тушит костер поэтому воду ну не знаю может быть я как-то что-то не так делал есть желание попробуйте у меня ничего не уж сикатит таким вот образом вот таким образом а кстати еще одна нестандартная использовали как замечательная игрушка для взрослого мужика в условиях выживания между прочим психологическое состояние это очень важный составляющий фактор ну вот как то так специально для конкурса в группе велегории всем спасибо до свидания